Подумайте о том, чтобы выписать себе чек на 10 миллионов долларов, даже если все, что у вас есть, это большие мечты и беспрецедентная способность смешить людей. Звучит как сюжет фильма, не так ли? Но для Джима Керри это была реальность, которую он решил проявить, прежде чем стать иконой, которую мы знаем сегодня. Керри был просто молодым человеком с необыкновенным видением и непоколебимой верой в закон притяжения. Он понял то, на понимание чего у многих из нас уходит вся жизнь, способность манифестировать нашу собственную реальность. В этом видео мы исследуем вдохновляющий путь Джима Керри, от его скромного начала до становления одной из величайших звезд Голливуда. Керри не только развлекал нас своим комедийным талантом, но и преподал нам ценные уроки о жизни, любви и искусстве воплощения наших мечтаний. Но как одному человеку удалось превратить искусство гримасничать в философию жизни, которой стремятся следовать миллионы? И что наиболее важно, как мы можем применить эти учения в нашей жизни, чтобы достичь желаемого успеха, счастья и самореализации? Приготовьтесь, потому что мы собираемся исследовать разум Джима Керри, раскрыть секреты и приемы его способности творить невозможное, а также показать, как вы тоже можете применять эти мощные приемы. Это не просто видео, это первый шаг на пути к изменению вашей жизни. Добро пожаловать в мир, где реальность создается вашим воображением. Если вы готовы раскрыть внутреннюю силу, продолжайте наблюдать и помните, как однажды сказал Джим Керри, вы можете потерпеть неудачу, делая то, чего не хотите, поэтому вы также можете рискнуть, делая то, что любите. История Джима Керри – одно из тех редких повествований, которые напоминают нам об истинном значении слова «судьба» или фразы «я творю свою судьбу». Керри родился в Канаде в 1962 году и вырос в семье, столкнувшейся с финансовыми проблемами, и эта реальность сформировала его понимание мира и самого себя. С раннего возраста Керри обнаружил в себе талант смешить людей, будь то дома, пытаясь развеселить свою подавленную мать, или в школе, где его подражания вызывали восхищение одноклассников. Джим знал, что у него есть что-то особенное, но путь к славе был далеко непростым. В ночных клубах Торонто Керри начал совершенствовать свое мастерство, с одинаковой решимостью встречая ночи успехов и неудач. Но одна сцена особенно передала суть их путешествия – одинокая ночь на Малхолланд-драйв. Там, с вершины холма, глядя на просторы Лос-Анджелеса, Джим Керри увидел не просто море огней, он видел светлое будущее. Именно в этот момент он решил выписать себе чек на 10 миллионов долларов, датированный днем благодарения 1995 года за свои актерские услуги. Этот поступок был не просто выброшенным на ветер желанием, это было подтверждением ее непоколебимой веры в силу визуализации и закон притяжения. Керри не просто ждал успеха, он готовился получить его, горячо веря, что достоин осуществления своей мечты. А потом, словно вселенная только и ждала его инициативы, двери начали открываться. Внезапное имя Джима Керри стало известно всем благодаря таким хитам, как Ace Ventura, O.Mascar и D.B. Ampersand Light. Согласно чеку за просмотр, Керри получил гонорары, превышающие эти 10 миллионов долларов. Однако эта проверка была только началом того, что должно было произойти. Эти моменты триумфа подчеркивают не только врожденный талант или способность Керри развлекать, но и являются свидетельством его силы верить в себя, визуализировать успех и действовать так, как если бы он уже был неоспоримой реальностью. Однако путь Джима Керри – это больше, чем просто серия профессиональных достижений, это урок, как противостоять невзгодам, сохранять веру в трудные времена и, самое главное, никогда не терять из виду то, кто вы есть и чего хотите достичь. Эта первая часть нашей истории учит нас тому, что независимо от того, с чего мы начинаем, способность мечтать по-крупному и верить в реализацию этих мечтаний – это то, что в конечном итоге определяет нас. И Джим Керри с его необыкновенной жизнью является живым воплощением этой истины. Джим Керри – не просто всемирно известный комик и актер, он также является глубоким мыслителем и практиком закона притяжения. Его жизненная философия, отмеченная непоколебимой верой в способность проявлять собственные желания, является источником вдохновения для всех нас. Он верит, что мы создатели нашей собственной реальности, и эту концепцию он не только проповедует, но и живет. Для него визуализация – это не просто тренировка воображения, это мощная практика проявления. Керри учит нас, что для того, чтобы привлечь что-то в нашу жизнь, мы должны сначала ясно представить это в своем уме и почувствовать это так, как если бы оно уже было нашим. Он не просто мечтал стать одним из крупнейших актеров Голливуда, он видел и чувствовал себя таковым задолго до того, как его внешняя реальность отразила этот сон. Ключом, по мнению Керри, является вера. Вера не просто в возможность осуществления своих желаний, но и в их неизбежность. Послушайте внимательно фразу, которую процитировал Джим Керри, «Чтобы увидеть это, нужно поверить». Керри говорит нам об этом, переворачивая известную поговорку, подчеркивая, что вера важнее сомнений. Однако его философия выходит за рамки простой визуализации. Он говорит о важности сочетания этой визуализации с действием, веря в силу действовать так, как будто вы уже достигли желаемого. Для Керри воплощение своей мечты – это не волшебное средство, а результат четкой визуализации того, чего вы хотите, а затем принятие необходимых шагов, чтобы воплотить это в жизнь. Важнейшим аспектом философии Керри о законе притяжения является идея освобождения контроля над тем, как и когда проявятся наши желания. Он призывает нас излить наше намерение во Вселенную и поверить, что, если мы будем поддерживать нашу вибрацию в соответствии с нашими желаниями, Вселенная найдет способ воплотить их в жизнь. Благодарность – еще один столб вашей жизни. Керри считает, что благодарность за то, что у нас уже есть, создает чистоту, которая привлекает еще больше того, что мы хотим. Его практика благодарности не ограничивается признанием того, чего он уже достиг, но также включает в себя поддержание состояния признательности за возможности и уроки, которые приносит каждый день. Один из величайших уроков Керри – это выбор между любовью и страхом. Он напоминает нам, что с каждым принимаемым нами решением мы выбираем между этими двумя фундаментальными путями. Любовь подталкивает нас к расширению и истинному выражению себя, тогда как страх сковывает и ограничивает нас. Он подчеркивает важность следовать своему сердцу, даже если это означает бросить вызов ожиданиям общества или столкнуться с определенностью. По словам Керри, рисковать ради того, что мы любим – это не просто авантюра, а требование настоящей и полноценной жизни. Еще один мощный урок Керри касается двойственности. В нем исследуется идея о том, что все мы играем разные роли в своей жизни и что признание и принятие этой двойственности имеет важное значение для нашего личного пути. Но эти роли не определяют, кем мы являемся на самом деле. Керри призывает нас признать и принять нашу истинную сущность за пределами масок, которые мы носим. Он также учит нас красоте и необходимости неудач. Керри открыто рассказывает о своих неудачах и о том, как они сыграли решающую роль в его росте и успехе, побуждая нас рассматривать неудачи не как конец, а как необходимый шаг на нашем пути эволюции. Возможно, один из самых важных уроков Керри – это идея о том, что если вы можете потерпеть неудачу в том, чего не хотите, то с таким же успехом вы можете рискнуть делать то, что любите. Поразмышляйте над этим предложением несколько минут. Это учение находит глубокий отклик у тех, кто ищет цель, напоминая нам о важности следования нашим истинным увлечениям. Керри показывает нам, что поиск смысла выходит за рамки материального успеха. Он говорит о важности служения другим и обретения радости в человеческих отношениях. Для Керри влияние, которое мы оказываем на жизнь других, является самой ценной валютой в мире. История Джима Керри предлагает нам больше, чем просто вдохновение. Оно также дает нам практические приемы, которые мы можем применять в повседневной жизни. Давайте посмотрим, как использовать его уроки для реализации наших собственных мечтаний и целей. Во-первых, визуализация. Керри показал нам, как можно визуализировать наши мечты так, как если бы они уже стали реальностью. Начните с того, что каждый день найдите минутку, чтобы закрыть глаза и ярко представить себе реализацию своих желаний. Почувствуйте эмоции, увидите детали и поверьте в процесс. Чтобы сделать эту практику еще более эффективной, ежедневно записывайте свои видения и намерения. Точно так же, как Керри выписывал себе чек, вы можете писать письма, контракты или чеки в будущее, подробно описывая свои достижения, как если бы они уже произошли. Действия – это следующий решающий шаг. Закон притяжения не работает без усилий. Определите конкретные действия, которые приблизят вас к вашим целям. Это может быть улучшение навыков, налаживание связей или просто приобретение привычек, которые согласуют вашу повседневную жизнь с вашими мечтами. Керри призывает нас жить по-настоящему, не просто мечтая, но и действуя в соответствии с нашими мечтами и находя смысл через человеческие связи и служение другим. Он напоминает нам, что, преследуя свои истинные увлечения и служа другим, мы можем жить более богатой и значимой жизнью. Джим Керри подчеркивает, что вам не нужно знать, как и когда сбудутся ваши мечты. Итак, отбросьте эти вопросы. Сформулируйте свои намерения, а затем отпустите их, веря, что Вселенная найдет идеальный способ и время для их достижения. Практикуйте капитуляцию и терпение, сохраняя непоколебимую веру. Благодарность необходима на пути проявления. Начинайте и заканчивайте каждый день моментом благодарности, признания благословений в вашей жизни. Благодарность меняет частоту ваших вибраций, привлекая больше причин для благодарности. Наконец, вспомните урок Керри о любви и страхе. Выбирайте любовь в своих действиях, мыслях и взаимодействиях. Любовь дает нам силы и расширяет возможности, тогда как страх ограничивает нас. Принимая каждое решение, спрашивайте себя, это вызвано любовью или страхом. Применять методы Джима Керри в своей жизни, это не значит точно подражать его шагам, а скорее, впитывать суть его философии, верить в себя, визуализировать свои мечты, действовать с любовью и благодарностью и доверять вселенной. Если вы действительно верите во вселенную, напишите в комментариях, я полностью доверяю вселенной. Таким образом, вы навсегда зафиксируете свое доверие, и вселенная будет действовать в соответствии с вашей верой. Наше путешествие по учениям и методам Джима Керри приводит нас к решающему моменту размышлений и действий. Керри с его необыкновенной жизнью и словами не только развлекает нас, но и ведет по пути самопознания и проявления. Ее история показывает нам, что независимо от наших нынешних обстоятельств, у нас есть сила изменить свою жизнь, смело мечтать и воплотить эти мечты в реальность. Он напоминает нам, что мы творцы собственного опыта, способные проявить не просто материальный успех, но жизнь, наполненную смыслом и радостью. Применяя методы Керри, визуализацию, действие, благодарность и выбор любви вместо страха, мы открываем двери безграничным возможностям. Как говорит Джим Керри, жизнь не случается с тобой, она случается с тобой. Благодаря этому мощному напоминанию нам предлагается активно участвовать в создании нашего путешествия, выбирая каждый день с осознанием, любовью и благодарностью. Пусть история Джима Керри станет маяком на вашем пути. Желаю вам иметь смелость следовать своим мечтам, веру, чтобы верить в них и радость видеть, как они сбываются. Спасибо, что присоединились к нам в этом вдохновляющем путешествии. Помните, необыкновенное доступно тем, кто осмелится поверить. Если вам понравился этот контент, подпишитесь на наш канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Таким образом, вы всегда будете на связи с лучшими источниками вдохновения, которые изменят вашу жизнь.